Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». С вами Асилейдар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На заседании общественного совета градоначальник отметил, что до начала лета планируется завершить ремонт центрального парка и реконструировать набережную посёлка Мирный. В текущем году мы завершим благоустройство центрального парка, ориентируясь до 1 июня, но мы создаём более такой жёсткий график, чтобы они эти работы ускоряли, работы и сегодня идут. Кроме этого, нам предстоит очень большая работа касательно благоустройства. Они будут продолжены за счёт вклада областей в рамках празднования 175-летия Абая Кунамбаева. Я сейчас только отлучался, как раз по этим цифрам. Некоторые моменты я довёл до Даниила Кинчитаевича. Также, по словам Ермака Салимова, в городе появится новая пешеходная зона под названием Абайжолы. Тропинка расположится на левом берегу в районе площади Мухтара Ауэзова. Мы здесь собираемся, все площадя имени Абая Кунамбаева или Мухтара Ауэзова, мы собираемся заняться реконструкцией набережной реки посёлка Мирный, мы собираемся отремонтировать пешеходную зону, называемую Абайжолы по проспекту Ауэзова. И самое главное, мы собираемся и готовим усиленно документы сегодня. Сроки проставлены, подряд организации определены. 53 двора – это достаточно серьёзная цифра с установкой детских площадок, спортивных площадок. Всю эту работу мы возлагаем на наши области. К слову, на данный момент готовится необходимая документация на установку во дворах жилых домов современных детских и спортивных площадок. Назарбаев интеллектуальная школа провела научно-практическую конференцию учителя, меняющей мир школы для студентов 4-го курса педагогических специальностей и молодых преподавателей. Главной критерией оценки ВУЗа является занятость выпускников после окончания учёбы и их трудоустройства. На рынке должны остаться только те из них, которые обеспечивают высокое качество образования. В связи с этим для повышения качества подготовки кадров в высших учебных заведениях и была организована конференция. Думаю, мы должны перейти от фронтального преподавания, когда для преподавателей все ученики одинаковы, к более персонализированному преподаванию и обучению. Невозможно представить врача в больнице, который назначил бы всем пациентам одинаковое лечение. Также и в школе нужен персонализированный подход каждому учащемуся. На конференции были рассмотрены три основных вопроса образования. Это обновление содержания образования в Республике Казахстан, актуальные направления, вертикальные и горизонтальные планирования учебного процесса в условиях обновлённого содержания образования. Именно учитель является ключом к успеху будущего поколения, гарантом качества образования, двигателем образовательных реформ, творцом и вдохновителем детских сердец и умов. Так как качество образования никогда не сможет превысить качество работающих в ней учителей. Учителя являются основными лицами в процессах формирования и передачи новых знаний, навыков и компетенций ученикам. К слову, данная конференция служит площадкой для обмена опытами, обсуждений, исследований и тенденций в образовании, включая предоставление образования в условиях растущей глобализации. Вначале у нас были только теоретические знания, но теперь мы активно изучаем это на практике. Мы учимся новым методам обучения, как воспитывать в детях лидерские качества. Думаю, данный семинар-тренинг очень полезен для нас. В завершении конференции ученики Назарбаев интеллектуальной школы представили выставку творческих работ. Аселяйдар Нурлану Розалин, Марат Сагимбаев, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. В санатории Карагайлы пациенты могут получить бесплатную реабилитацию. Подробнее расскажем в следующем сюжете. С января этого года в санатории Карагайлы начали функционировать реабилитационные койки в условиях круглосуточного и дневного стационара. Третий этап реабилитации больных, перенесших инсульт, инфаркт, травмы и сложные операции проводится здесь совершенно бесплатно при наличии направления от участкового врача. Мы столкнулись с такой проблемой, что многие люди, врачи, наверное, тоже знают, не информированы о том, что им положено по закону, что они могут проходить второй, третий этап бесплатно после того, как они получили различные заболевания, инсульты, инфаркты, травмы, различные эндопротезирования. Но все должно быть в течение года. Год не должен истечь. Человек имеет право на второй этап реабилитации, потом на третий. Мы оказываем третий этап в стенах нашего санатория. Потому что хочется сказать, что этот третий этап, что раньше было, что только мы направляли, вы знаете, инвалидов и пенсионеров. С этого года мы можем направлять всех, то есть и работающие, и молодые, и все, кто подлежат этим диагнозам, мы направляем на третий, второй этап. Отметим, что об этом знают не многие, а потому большинство пациентов после выписки с БСМП прекращают восстановительные процедуры, что, по мнению специалистов, в корне неправильно. Мы хотели бы проинформировать наше население о том, что сейчас появилась такая возможность реабилитации пациентов, которые перенесли острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, какие-то травмы, травматологические, либо нейрохирургические операции. Возможность реабилитации – это третий этап. Третий этап, что себя предполагает. Это от двух месяцев, от события до года. И вообще сейчас очень большое внимание уделяется реабилитации. По определению ВОЗ реабилитация – это активный процесс, который направлен на восстановление утраченных функций. И вот именно третий этап – это конечный этап, на котором должны быть закончены вот эти реабилитационные мероприятия, и функции организма человека должны полностью или максимально полностью восстановиться для того, чтобы он мог вернуться к полноценной жизни. И вот госзаказ на вот этот третий этап реабилитации этих больных, который я назвала, получили многие учреждения нашего города, и в частности санаторий Карагайлы, который обладает очень большими возможностями. Во-первых, у них исторически сложились вот эти вот возможности для реабилитации больных, они много лет уже занимаются этим. И они сейчас приобретают новое оборудование, и вот этот природный фактор, который мы здесь имеем – лес, реку, чистый воздух – это очень большое поспорье для реабилитации больных, для полного восстановления. 48 круглосуточных коек, 30 коек дневного стационара, то есть больные имеют возможности здесь находиться круглосуточно и полностью реабилитироваться, могут в дневном стационаре, то есть приезжать и уезжать, могут только на процедуры приезжать. То есть есть различные возможности, и мне хотелось бы, чтобы пациенты, конечно, все знали об этом, что у них есть такая возможность вот через два месяца после события и в течение года. Для того, чтобы получить бесплатную реабилитацию в санатории, помимо направления врача, пациенту необходимо иметь при себе удостоверение личности и страховку в системе ОСМС. Аселя Эйдара, Абзала Буталимов, Юлиана Гусева, информационная программа «Шарайнат ВК-6». На территории воинской части состоялся ритуал по приведению молодых солдат части 55.11 Национальной гвардии Республики Казахстан к военной присяге. На верность родине присягнули более 200 солдат-срочников. Я, гражданин Республики Казахстан, Ионов Павел Владимирович, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь. До последнего дыхания быть предан народу Казахстана и его закону избранному президенту. Я клянусь быть мужественным и смелым защитником моей Родины, государственных интересов независимого Казахстана. Если я нарушу принятую мной военную присягу, то пусть меня постигнет суровая карла, установленная законами Республики Казахстана. Позади примерка военной формы, знакомство с армейской жизнью и курс молодого бойца. Солдаты срочной службы в воинской части 55.11 Национальной гвардии Республики Казахстан приняли присягу. С этого момента можно считать дни до приказа. Военная присяга – это особый воинский ритуал для каждого воина, солдата Национальной гвардии. И вот мы дошли до этого дня. И вот что хочу пожелать вам, пожелать солдатам – ослужить достойно и вернуться к родителям, родным, где их ждут. На страже Отечества в этой воинской части будут служить более 200 солдат-срочников. Это парни, которые в этом году пройдут нелегкий путь солдата. Однако к этому они готовы. На военную присягу поддержать парней приехали их родители, родственники и друзья. Сегодня мы приняли присягу. Я очень рад этому событию. Это большая честь для меня. Мы должны быть сильными и устойчивыми. Сегодня молодые воины приняли присягу родине. Быть честным, быть ответственным, выполнять все команды, до конца стоять перед тем, чтобы выполнить все задачи. И это были все новости на сегодня. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова